друзья всем привет на связи максим петров я приветствую вас на канале макс капитал на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления и получения пассивного дохода от инвестирования сегодня видео мы поговорим постараемся ответить на вопрос когда ждать краха доллара ждать ли его вообще что происходит на самом деле что происходит с инфляцией и досмотрев данное видео до конца вы для себя в конечном счете поймете стоит ли вам находиться сейчас в долларах на какую долю может быть стоит находиться в долларах и с какими рисками долгосрочно вы можете непосредственно столкнуться перейдем непосредственно к теме то есть что мы наблюдаем настоящий момент в настоящий момент если посмотреть общий информационный настрой да то о чем говорят и предупреждают многие экономисты то о чем говорим мы у нас на канале мы говорим о рисках инфляции рисков инфляции в первую очередь связанных с тем что у нас растет инфляция и когда у нас происходит увеличение инфляции ее таргетируют и управляют посредством процентных ставок и предоставлением или не предоставлением дополнительной ликвидности ликвидность может предоставляться двумя путями то есть первый путь это снижение процентных ставок второй путь это непосредственно работа печатных станков центральный банк выкупает государственные облигации, центральный банк выкупает какие-то ипотечные облигации у банков, таким образом предоставляя им денежную ликвидность и финансовую систему, которая, по идее, должна привести к тому, что эта ликвидность идет в реальный сектор экономики и, исходя из этого, экономика начинает расти. И основные риски, которые говорят абсолютное большинство людей, кто-то называет их армагеддонщиков, кто-то меня относит в когорту армагеддонщиков, что все будет плохо, заключается в том, что когда у вас очень высокая инфляция, ее нужно контролировать. Высокая инфляция обесценивает денежные средства, она обесценивает накопление людей, и поэтому, когда она имеет очень высокие темпы, то ее нужно погашать путем повышения процентных ставок. И как раз таки повышение процентных ставок, высокая инфляция, которую мы сейчас видим в мире, которая разгоняется, как раз таки приводит к ожиданию ужесточения кредитно-денежной политики мировыми центральными банками, и это, естественно, будет плохо для экономики, потому что если кредит будет дорогой и ликвидности будет мало, то активы подвергнутся распродажем, и, соответственно, все упадет, и все этого ждут. То есть, если говорить о текущем сантименте, очень много людей находится в ожидании коррекции, но я в первую очередь говорю о людях, которые имеют значительный капитал. Я не говорю сейчас о большом числе частных инвесторов, небольших, с маленькими размерами брокерских счетов, которые на самом деле практически полностью проинвестированы, которые используют заемный капитал, которые используют леверч, я сейчас говорю именно о людях, которые имеют значительные капиталы, потому что если у вас есть капитал 2, 3, 5, 10 миллионов долларов, то вы не из тех людей, которые хотят заработать иксы, вы не из тех людей, которые хотят получить сверхвысокую доходность. Для вас важно в первую очередь сохранить капитал. И именно у этих людей сейчас значительная часть средств размещена или в облигациях, или наличными кэшем. То есть на протяжении 2-3 лет действительно мы находимся в постоянно таком растущей, нагнетающей ситуации, что у нас рынки растут, активы и так стоят дорого, облигации стоят дорого, акции стоят дорого, недвижимость стоит дорого, инфляция растет, скорее всего процентные ставки будут повышать, и соответственно все вот эти вот дорогие активы, они упадут в цене. И тут мы такие красавчики со своим кэшем прибежим, вложимся, будем покупать и заработаем 100, 200, 300 процентов на горизонте в 3-5 лет. Это вот основная стратегия, которая придерживается, и в принципе я тоже отношусь к этому, но с недавних пор я начал задуматься вот о каком обстоятельстве. Мы наблюдаем очень интересную ситуацию, связанную с тем, что представители мировых центральных банков, несмотря на то, что действительно уже инфляцию невозможно скрывать, индекс цен производителей растет, все видят, что там цены на древесину, на металл, на пшеницу, вырос летом от 40 до 100, 150 процентов за год. И в этом случае, то есть ты уже игнорировать инфляцию не можешь, но при этом главы мировых центральных банков по-прежнему говорят, что да, может быть мы снизим параметры выкупа активов, но процентные ставки будут находиться на достаточно низком уровне. Что мы в этом случае получаем? Мы получаем, что в такой ситуации люди, вот именно у которых есть деньги, люди, которые сидят в кэше, они начинают очень сильно волноваться. То есть если мы говорим о том, что инфляция там, начиная с августа-сентября месяца в Соединенных Штатах Америки подошла там в район 5 процентов, в еврозоне там она находится в районе 3-4 процентов, то что в этом случае происходит у таких людей? У них начинается паника, они начинают паниковать, они начинают размышлять следующим образом. У меня каждый год тот кэш, который я держу, обесценивает мои деньги там на 5 процентов. То есть я теряю 5 долларов с каждых 100 долларов, которые мне просто непосредственно лежат в кэше. Почему это делается? Ребят, очень важная оговорка. Во-первых, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это является исключительно моей точкой зрения для того, чтобы показать вам альтернативные варианты развития событий. Что мы получаем? Если у нас высокая инфляция, кому она на самом деле будет на пользу, то есть кто выиграет, тот высокая инфляция и будет чувствовать себя в этих условиях очень хорошо. Когда у вас одновременно совпадают две вещи, у вас высокая инфляция, а процентные ставки находятся на низких значениях, основными бенефитами являются компании и государства, которые закредитованы. Каким образом это выражается? Когда у вас высокая инфляция, то в этом случае у вас растет цена на товар. То есть валовая выручка товаров и услуг, которую вы продаете, вы переписали ценники и сделали плюс 10% в цене. Условно продавали айфон за 1000$, начинаете продавать его за 1100$. То есть количество произведенных и проданных айфонов не увеличивается, но количество денег, которое вы с этого получаете, оно увеличивается. То есть в абсолютном выражении, в денежном выражении, количество денег, которые заработали, растет. И это носит повсеместный характер. То есть таким образом, что у нас получается? При низких процентных ставках ВВП начинает расти не за счет того, что экономика производит больше товаров и услуг, а происходит за счет того, что они получают больше денег за эти произведенные товары и услуги. Давайте еще проще объясню. ВВП Соединенных Штатов Америки находится условно, назовем, в районе 220 трлн долларов. 19-20 трлн долларов. Соответственно, если у вас инфляция 5%, то на следующий год, даже при том, что у вас объемы продаж не увеличатся, количество произведенных экономикой товаров и услуг не увеличится, а у вас просто будут переписаны ценники на 5% или на 10%, ну давайте будем считать, чтобы проще было посчитать, переписаны ценники будут на 10%. То есть ВВП составит уже не 20 трлн долларов, а 22 трлн долларов. То есть в этом случае произойдет что? Произойдет, что у вас ВВП увеличился на 2 трлн долларов. И эти 2 трлн долларов при прочих равных условиях вы можете направить на погашение долга, своего собственного долга. Потому что высокая инфляция это самый удобный, самый успешный способ списать долги. Почему я про это говорю, когда мы прогнозируем, что будет происходить с долларом? То есть в экономической истории, соответственно, были периоды, были страны, в которых происходила очень высокая инфляция, и действительно эта высокая инфляция позволила очень серьезно сократить уровень долга. Ну, если есть время и готовность, я, соответственно, могу провести небольшой экскурс в историю. Веймерская республика. Что мы в этом случае наблюдали? То есть Германия в 70-80-х годах 19 века начала очень активно развиваться, в первую очередь технологически. То есть это Бисмарк железной рукой объединил там разрозненные княжества Германии, создал единое государство, начали вкладываться очень активно в научно-технические разработки, технологический прогресс, развиваться начала химия, физика. Ну, то есть очень много наук получили в финансировании, и получается начало 20 века было обусловлено тем, что экономика Германии начала расти очень сильно. Но она столкнулась с тем, что у нее были ограничены экономические ресурсы, потому что другие страны, которые относились к Антанте, у них были больше территории, у них были колонии, то есть были монополии. Получается, Германия, она как бы оказалась на краю вот этого вот глобального перераспределения ресурсов. Что сделала Германия? Германия начала Первую мировую войну. Идея была следующая. Мы начинаем войну технологически на уровне материалов, вооружений, тактических решений. Мы превосходим другие страны, мы их сейчас захватим, и, соответственно, мы захватим эти страны, мы захватим их колонии, установим контроль, у нас будет доступ к экономическим ресурсам, и, соответственно, мы будем неким таким мировым гигамоном. И для того, чтобы финансировать военные расходы, правительство Германии ничего иного не придумало, кроме как стало печатать непосредственно деньги. Рейхсмаркет. По идее, увеличение денежной массы, мы тоже уже про это говорили, увеличение денежной массы должно было привести к росту инфляции, но в Германии этого не произошло. Не произошло по той причине, что, несмотря на то, что деньги печатались для того, чтобы финансировать военные расходы, эти денежные средства, которые попадали в экономику, они, скорость обращения снизилась. Почему? Мужское население находится на войне, соответственно, не тратят. Другое население, которое на войне не находится, оно сберегает, потому что идет война, да, и тут недотрата особых. И получается, скорость обращения денежной массы сжалась. А денежная масса увеличилась. Когда закончилась война в 18-м году, то есть через 4 года Германия проиграла и должна была выплатить огромнейшие репарации, да, то есть размер репараций составлял порядка 50 миллиардов фунтов стерлингов, то есть Германия должна была расплатиться странами Антанты только в 1987 году. И так как экономика была разрушена войной в том числе, то по этим репарациям Германия могла отдавать не реки с марками долги и не фунтами стерлингов, а она могла отдавать натурой. То есть это, получается, производственные районы Эльзас и Лотаринге, в которой как раз-таки находились металлургические предприятия, угольная промышленность, добыча железной руды. И, соответственно, то, что создавало прибавочную стоимость для экономики Германии, оно, в принципе, уходило в оплату долга. И в итоге у нас в Виморской республике началась гиперинфляция в 2019 году. И в 2019 она еще была не такая высокая. В 2020-2021 году она в 2022 просто приняла ужасающие темпы роста. Для того, чтобы остановить эту гиперинфляцию, соответственно, была введена абсолютно новая валюта, которой было сказано, что она обеспечена активами правительства Германии. И конвертация вот этой вот новой валюте была по курсу 1 рентмарка к 1 триллиону рейхсмарок, которые были девальвированной инфляцией. Когда это произошло, через полгода одна рентмарка была конвертирована по курсу 1 к 1 к новой рейхсмарки. Что мы на самом деле получили, если проводить параллели с сегодняшним днем? Был высокий долг, который нужно было выплачивать. Соответственно, началась высокая гиперинфляция. Была введена какая-то альтернативная надежная валюта, потому что люди с удовольствием обменивали рейхсмарки, 1 триллион рейхсмарок обменивали на что-то надежное, обеспеченное активами правительства Германии. При этом долг был сокращен, для вашего понимания, в 44 раза. То есть страны Антанты согласились уменьшить долг, выплату по репарациям в 44 раза. Чем, в принципе, это и закончилось. Это как бы один из примеров. То есть произошло глобальное перераспределение капитала в Германии в том числе. Когда мы смотрим на то, когда может быть девальвирован, ну, когда может упасть доллар, почему он может упасть. Как мне кажется, причиной тому является... Схема выглядит следующим образом. Вы увеличиваете денежную массу в период, когда скорость обращения денежных средств уменьшается. И в этом случае понимание, что мировой долг достаточно высокий, я говорю сейчас не только о Соединенных Штатах Америки, я говорю о всем мировом долге. То есть долг громадный, 300% мирового ВВП составляет сейчас общий мировой долг. То есть что вы можете сделать? Вы можете снизить скорость обращения денег, а снизить скорость обращения денег это вы должны, чтобы люди самостоятельно по собственному желанию остались сидеть дома и прекратили тратить те деньги, которые у них есть. И в этот же самый период вы увеличиваете денежную массу. После этого, соответственно, вы постепенно ослабляете ситуацию, связанную со скоростью обращения денег, у вас начинается высокая инфляция. И высокая инфляция в этом случае позволяет действительно ничем не обеспеченной фантики, которую вы можете имитировать, если Германия там вынуждена была физически имитировать эти рейхсмарки. И там 300, по-моему, полиграфических учреждений печатали эти рейхсмарки в 20-х годах Германии. Сейчас даже печатать не нужно. Вы просто наживаете на кнопочку, появились деньги. Но на эти деньги вы можете купить реальные средства производства. И высокая инфляция, если посмотреть вот таким широким взглядом, не погружаться внутрь то, что обсуждают новости, то, что обсуждают на других каналах YouTube, а подняться над этой ситуацией, посмотреть, окей, давайте предположим гипотезу, что у нас инфляция будет разгоняться, а процентные ставки будут находиться на низких значениях. Я представлю график, который представлял непосредственно на съезде. Для вашего понимания, инфляция в Соединенные Штаты Америки за год увеличилась на 5,5%. При этом, если мы говорим о государственном долге США, в процентах от ВВП, он сократился за год на 30%, друзья. То есть увеличение инфляции на 5% привело к тому, что государственный долг США как процент не в номинальном выражении в деньгах, а как процент к ВВП, он сократился на 30%. На графике вы можете это видеть и наблюдать. Это официальные данные банка Сент-Луиса, которые входят в Федеральную резервную систему США, и можно это непосредственно наблюдать. То есть при прочих равных условиях, если у вас инфляция разгоняется до 10%, вы таким образом можете убить сразу несколько зайцев. Первый зайц заключается в том, что у вас снижаются долги. Это раз. Второе. Когда у вас начинает разгоняться высокая инфляция, люди, которые ждут коррекцию, я опять сейчас не говорю о физических лицах с маленькими размерами счетов, я говорю сейчас именно о состоятельных людях, у которых капитал опять-таки 2, 3, 5, 10, 100 миллионов долларов, это люди, которые начинают нервничать. Потому что они понимают, что облигации стоят дорого, акции дорого, недвижимость дорого, посижу-ка я в кэше. Но кэш при этом у меня обесценивается на 10%. И что тогда делает человек? Он начинает покупать эти дорогие активы. И не просто покупать дорогие активы. У вас получается, когда инфляция высокая, а процентная ставка низкая, у вас стоимость кредита низкая. То есть люди начинают, боясь вот этой вот высокой долларовой инфляции, они начинают покупать даже дорогие активы. И не просто покупать, а покупать с плечом. Потому что им нужно компенсировать уже произошедшую инфляцию. И ожидаемую будущую высокую инфляцию тоже нужно превзойти. Это второй заец. Третий заец заключается в том, что опять-таки давайте посмотрим, о чем сейчас говорят. То есть какие активы нужно покупать, от каких активов нужно воздержаться. Покупать, если вы ждете высокой инфляции, процентные ставки будут расти. То есть нужно воздерживаться от компаний, у которых высокая долговая нагрузка. Нужно воздерживаться от компаний, у которых низкая маржинальность. И соответственно, что нужно покупать? Нужно покупать все с точностью, но наоборот. Компании, у которых очень много кэша на счете, нужно покупать у компаний, у которых высокая маржинальность и воздерживаться, ну, как я уже сказал, от компании с высокой долговой нагрузкой. Ну, а о том, во что точно не стоит вкладываться в настоящий момент, по крайней мере, что я не вкладываю, от чего я воздерживаюсь, мы поговорим в следующем выпуске, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео. Ну, а мы продолжаем. Итак, третьим зайцем является то, что если мы соглашаемся с фактом, что у нас будут низкие процентные ставки при высокой инфляции, нужно покупать на самом деле совершенно противоположные вещи, которые покупаются сейчас. То есть абсолютное большинство людей сидит в технологических компаниях, у которых высокая доля кэша, просто потому что они надежны. Если процентные ставки будут расти, да, то эти компании выигрывают, потому что у них есть деньги. Но если у нас будет высокая инфляция при низких процентных ставках, то в этом случае получается, что нужно делать все с точностью наоборот, потому что компании, которые сидят на кэше, у них кэш обесценивается, они неинтересны. И тогда акционеры этих компаний будут говорить, ну давайте, ребят, вы или там открывайте новые производства, или там делайте байбеки хотя бы, да, выкупайте собственные акции с рынка. И у них будет действительно абсолютное право сказать, ребят, акционерам, ну мы действительно, нас, конечно, ругают в байбеках, что мы выкупаем, но мы по-прежнему продолжим это делать, потому что, ну видите, инфляция же растет, зачем нам кэш держать на счете. Но кто будет выгодоприобретателем? Выгодоприобретателем в первую очередь в этом случае будут компании, у которых с одной стороны высокая маржинальность, с другой стороны есть приемлемый уровень долга. Потому что долг у вас под низкую процентную ставку, и инфляция, которая будет, да, вы можете переписать ценники и опять-таки уменьшить долговую нагрузку. И такими компаниями есть в сфере фармацевтики, которые там в последнее время очень много вкладывают в новые разработки, у которых высокий долг, но при этом одновременно высокая маржинальность. Но эти компании особо никто не покупает, все сидят в технологических компаниях. Второе, это компании рейты. Рейтные фонды, компании, которые покупают недвижимость и сдают ее в аренду. Почему в этом случае, вот посмотрите, кто сейчас покупает рейты. Рейты вообще никто не покупает. Потому что опять-таки, в чем опасность? Вырастет инфляция, повысит процентную ставку, стоимость обслуживания долга у компании вырастет, цена на недвижимость упадет. И рейт, в принципе, в этом случае бессмысленно покупать, если мы говорим о последствиях первого-второго порядка, о которых мы говорили. Опять мы смотрим через последствия третьего порядка. А что если процентные ставки будут низкие, а инфляция будет расти? В этом случае рейты, как владельцы недвижимости, они могут для арендаторов повысить, то есть инфляционные издержки переложить на арендаторов. И те будут платить. То есть у них увеличится выручка, собираемость суммы арендных платежей. При этом стоимость кредита низкая. И в этом случае произойдет что? Что долговая нагрузка у компании рейтов сократится, валовая выручка увеличится и общая итоговая рентабельность тоже увеличится. И поэтому получается, что в такой ситуации вы действительно находитесь над видением абсолютного большинства людей и покупаете именно те компании. Предположить, что действительно допустят инфляцию в 6, 8, 10 процентов сейчас никто не может. Но если мы понимаем, что здесь есть некие бенефиты, некие возможности для того, чтобы заработать, то надо как минимум скорректировать свой инвестиционный портфель. Резюмируя историю, связанную с тем, что когда же все-таки упадет доллар. То есть было сказано очень много, видео действительно достаточно продолжительное. Но что мы в этом случае понимаем, каким образом отразится это на долларах? В конечном счете все равно происходит, если мы там смотрим на схемы, да, происходит некая замена валюты. Когда у вас низкие процентные ставки и высокая инфляция, доллар становится для вас, и любая валюта становится для вас тактичным активом. Потому что она просто обесценивает ваши денежные средства. И вас не нужно агитировать, чтобы вы доллары продавали. Еще раз, я на съезде задавал вопрос, я говорю, ребята, вот вы сидите в кэше, да, у нас там до 50% активов у инвесторов находится в кэше долларов. Я говорю, а вы согласились бы их на что-нибудь обменять? И на что бы вы согласились обменять? Но опять-таки мы увидим пример Веймарской республики, да. То есть был некий такой переходный момент. Рейхсмарка в рентенмарку, рентенмарка в новую рейхсмарку. То есть долг сокращается в 44 раза, происходит перераспределение экономических ресурсов от одних людей к другим, увеличивается безработица, уменьшается стоимость экономических ресурсов, в первую очередь человеческих. Ну, люди просто готовы работать за гораздо меньше деньги, потому что им нужно выживать. Природные ресурсы, соответственно, перераспределяются в пользу других людей. И это приводит к тому, что вы являетесь неким таким контролирующим акционером. Если вспомнить 98-й год в России, да, то есть приблизительно, ну, не совсем то же самое, но приблизительно такая же история. Девальвация рубля в 4 раза с августа по ноябрь 98-го года. То есть получается, что если вы находились в некой надежной валюте, то в этом случае получается, что вы могли купить там активы в 4 раза дешевле. То есть если вы находились в долларах, вы были красавчиками. Но сейчас это является повсеместный характер, то есть все имитируют валюту. Никто не хочет оставаться проигравшим, да, от укрепления национальной валюты с одной стороны. И это носит глобальный характер, то есть это присутствует во всех мировых странах. То есть все мировые центральные банки имитируют непосредственно свою валюту, иначе они проиграют в конкурентной борьбе на глобальном рынке. И история, связанная с появлением криптовалют 10 лет назад, сейчас для меня является неким таким пониманием, что это эксперимент. То есть как быстро появляется валюта, как быстро она внедряется в мировые сознания, как она влияет, как она движется в цене, от чего это зависит. То есть это некий такой эксперимент с тем, чтобы ввести реально какую-то в будущем обеспеченную валюту, ее назвать могут как угодно. И сказав просто слово, что она обеспечена реальными активами, в этом случае люди с удовольствием придут и обменяют свои фиатные валюты, которые печатаются, имитируются бесконтрольно. Они переведут его в какой-то более понятный, надежный, обеспеченный ресурс. Поэтому однозначного ответа, когда рухнет, сказать нельзя, сколько по времени это может занять. Просто нужно, во-первых, в голове держать возможность того, что мы можем увидеть высокую инфляцию при длительном размере низких процентных ставок. Это раз. Второе, нельзя исключать появление именно какого-то цифрового доллара, который будет к чему-то достаточно жестко привязан. И в этом случае мы говорим не о крахе доллара, а мы говорим о некой замене. То есть будет произведена замена, и тот, кто будет имитировать подобного рода валюту, он, соответственно, получит значительный контроль над средствами производства, которые существуют в мире. При этом, если мы говорим о физических лицах, как инвесторов, вас как пользователей, меня как инвестора, у нас в любом случае не будет возможности имитировать подобного рода валюту, но, скорее всего, нужно понимать, что схема, в принципе, отработана, схема тестируется. И здесь просто заключается вопрос, что когда мы увидим появление чего-либо подобного, это просто готовность перевести свои долларовые накопления или евровые накопления вот в такие альтернативные валюты. Еще раз, какие должны быть критерии? Это что-то надежное, жестко к чему-то привязанное, ограниченное в плане эмиссии, но, опять же, нужно понимать, что это не биткоин. То есть биткоин – это просто тест. Соответственно, в ближайшие два года какая-то подобная альтернатива появится. И когда вы увидите что-то, которое удовлетворяет вот этим вот трем критериям одновременно, то в этом случае, я думаю, что имеет смысл как минимум посмотреть для включения данных инструментов как платежного средства в свой инвестиционный портфель. Второе, если действительно мы пойдем по пути, связанные с тем, что инфляция дальше будет разгоняться, и доллары могут быть и дальше имитированы, это к вопросу о том, что я не исключаю следующие два года, что мы увидим какое-то событие, которое опять позволит, с одной стороны, еще больше увеличить предложение денег, еще больше печатных станков, чтобы они работали. Но для этого нужно сжать скорость обращения. Что это будет? Новый вирус, новый дельташтамб, какой-то, я не знаю, какой-то глобальный мировой конфликт с применением ядерного оружия. Что конкретно произойдет, я, к сожалению, не знаю. Но чтобы люди самостоятельно, по собственной воле отказались от валюты, сначала нужно иметь возможность печатать без значительного разгона инфляции. И третий момент, резюмирующий. Если вы хотите как-то постраховаться, посмотреть, какие, в принципе, инструменты можно в этом случае сейчас включать в инвестиционный портфель или добавлять в инвестиционный портфель как альтернативу нахождению кэша у вас непосредственно на счете, то я вам сказал, смотрите на компании, у которых высокая маржинальность, которые могут приложить инфляционные издержки на потребителей, у которых есть долг, потому что долг, как вы понимаете, в этом случае является плюсом, а не минусом. И это для самостоятельного принятия решения, на что стоит обратить внимание. Если вы хотите более глобально понимать, как формировать структуру своего портфеля, что нужно включать в инвестиционный портфель более подробно, у нас есть запись прошедшего съезда инвесторов, она будет ниже под данным видео, проходите по ссылке, получайте. Да, это не бесплатно, но это вопрос альтернативного взгляда, каким образом можно сейчас обезопасить свой портфель и именно долю кэша, которая сейчас размещается в инвестициях у вас, защитить от возможного события, связанного с тем, что процентные ставки будут по-прежнему низкие, а инфляция будет разгоняться. Друзья, мне было бы также интересно посмотреть, какая доля кэша сейчас у вас в инвестиционном портфеле. Пожалуйста, напишите в комментариях, сколько доля наличных денег или кэша-эквивалент сейчас в вашем собственном инвестиционном портфеле, как вы ждете кризиса и, самое главное, как вам альтернативная точка зрения. Стал ли Максим сторонником какого-то всемирного загорла финансистов, или же все-таки есть рациональное звено в данных рассуждениях, и исключать того факта, что экономика пойдет поразвиваться именно по данному сценарию, достаточно велика. Мне действительно важны ваши комментарии, они дают энергии, дают желание, чтобы писать данные видео и рождают новые темы для того, чтобы экономик развивался. А если вы согласны с моим мнением, то поставьте лайк. На этом у меня все, на связи был Максим Петров, до свидания и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!